Самым важным является состояние нашего сердца. Аллах в первую очередь обращает внимание на это. И религия не спослана, чтобы изменить наше сердце, наше духовное состояние. Когда мы попадаем в трудности, наши родители в первую очередь желают, чтобы мы сильно не горевали, переживают за наше самочувствие, спешат утешить нас. Любящим нас важно наше состояние. Даже если проблема действительно трудно разрешимая, не горюй так сильно. Пожалуй, одним из самых важных вещей в достижении духовной высоты является понимание того, что Аллах намного милосерднее, чем те, кто нас любит. Да, мы знаем, что именно Аллах вложил любовь в сердца тех, кто нас любит. Мы с самого рождения причиняем много неудобств нашей матери. Не даем спать ночами ей, дома все подряд ломаем и крушим, шумим и ничем ей не помогаем и не можем даже помочь. Но вопреки всему этому, любовь мамы к нам не измерить. Любит и все. Сама даже не осознает почему. Потому что эту любовь Аллах вложил в ее сердце. Истинным источником любви является Аллах. Все слышали, что Аллах нас очень сильно любит. И все мы подтвердим это. Но насколько мы это поняли и осознали? Да и осознать не так просто. Это нелегкое дело совсем. Теоретически понимаем, но не уверовали до конца в любовь Аллаха к нам. Где любовь наших матерей и где любовь Аллаха? Мы даже любовь избранников Аллаха к нам не можем понять, что уж там любовь Аллаха. Многие удивляются, как человек может так сильно любить человека. И при этом всем эти друзья Аллаха говорят, что Аллах намного сильнее любит вас, чем мы. Например, если единица это любовь мамы, то 99 это любовь праведников. А эти 99 по сравнению с любовью Аллаха к нам, это единица. Аллах сам себя в Коране называет милостивый из милостивых. Пророк Мухаммад да благословит Аллах его и приветствует, просит у Аллаха скрывать грехи мусульман в день суда, чтобы мы не опозорились. Мол, пусть знает о наших грехах лишь Аллах и предводитель уммы, сам пророк. Но Аллах отвечает, да, ты пророк милости, самое возвышенное творение мое, но я самый милостивый из милостивых. Я даже от тебя скрою грехи моих рабов. Аллах тот, кто утешает нас. Но мы говорим, зачем? Зачем не посылать такие трудности и потом нас утешать? Этот вопрос требует длинного философского обсуждения. Но если вкратце сказать, мы, чтобы дойти до совершенства, обязательно должны попасть в этот мир трудностей. Посредством этих трудностей вырасти и потом отсюда попасть уже в вечность. Рост без трудностей и испытаний невозможен. Так Аллах в Коране говорит, мы создали человека в тяготах. Мир полон естественных трудностей. Да элементарно даже в тренажерном зале, школе, университете, на курсах и так далее. Человек должен выходить из зоны комфорта, чтобы обрести что-то хорошее. Трудность – это двигатель прогресса. Для Аллаха более важно наше состояние, нежели наши поступки и реакции на трудности. Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, Господь мой унизил меня. Сколько таких людей есть? Философия беды в том, чтобы мы обратили внимание на всемогущего Аллаха, поняли свою слабость и успокоились этим. Но мы его не замечаем. Аллах любит удовлетворенных рабов, довольных рабов, воздающих хвалу ему в трудностях, не упавших духом во время горя. Например, наши мама и папа. Мы говорим, что они переживают за нас во время коснувшейся нас беды. А что если проблема возникла из-за них? Такое же бывает. Например, послала мама ребенка перемешать еду на огне. Не рассчитала способности ребенка, он разлил на себя все, обжегся и теперь страдает от боли. И вот мама себе места не находит. Горюет, мол, я виновата, что я натворила. Конечно, про Аллаха невозможно человеческим языком сказать подобное. Нельзя сказать, Аллах горюет, порицает себя и так далее. Это все качество творения. Но происходит что-то подобное. Он установил естественные неизменные законы этому миру, чтобы мы испытывались в нем. В этом мире есть и трудности, и победы. Как говорится в известном предании от имама Али, мир ему, есть два дня, один за тебя, другой против. И вот, когда раб Аллаху улыбается Аллаху в ответ на все происходящее и говорит, я доволен, хвала Аллаху, Аллах этим очень доволен, гордится своим рабом. Его раб выше всяких мирских бед. Он доволен своим создателем. Так же, как обжегшийся ребенок улыбается и говорит, мама, не волнуйся, разлил я разлил, все отлично. В этот момент сердце матери раскрывается. Она успокаивается, радуется. Тем, кто любит, нас важно наше состояние. Довольство Аллахом, если говорить на языке познавших Аллаха рабов, называется Риза. Степень Риза, то есть быть довольным Аллахом. Одна из высочайших степеней, если не самая. Имам Хусейн, мир ему, перед тем, как в известном сражении при Кербиле, отдал многих из своих близких людей, включая даже своего полугодовалого ребенка, а потом и лишился своей головы. Видя все это, говорит, о Аллах, я доволен тобой. Происходит невиданное человечеству событие по степени гнета и несправедливости. А он говорит, о Аллах, я доволен тобой. Мудрость Аллаха была в том, что сегодня каждый, кто хочет понять, где истинный ислам, разобравшись в этой трагедии, понимает, с кем была истина и пути, кого нужно держаться. За этим несчастьем была милость для будущих поколений. Имам Хусейн, мир ему, показал, что истинный раб Аллаха готов отдать все на его пути ради торжества слова Аллаха, ради торжества истинной справедливости. В суре Заря говорится, о ты, душа, обретшая покой, вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольства. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Некоторые толкователи Корана говорят, что этот аят об имаме Хусейне. Он был доволен Аллахом, а Аллах был доволен им. Состояние риза, то есть встречать проблемы с улыбкой и видеть то, что не видят другие. Видеть мудрость, величие и всемилостивость Аллаха. Другой святой внук пророка Мухаммада, имам Хасан, мир им обоим, гарантирует, что тот, у кого в сердце довольство, у того непременно примется молитва. То есть не жалуйся, не делай с жалобой дуа. Именно поэтому нам так советуют начинать дуа с благодарности. Скажи о Аллах, мы грешим и ты по праву посылаешь на нас беды. Я согласен, все это справедливо, но эти твои беды являются либо искуплением наших грехов, чтобы мы в аду не горели, либо же одной из причин нашего прозрения и духовного возвышения. Огромная милость даже в посланной тобой беде. Первое, что мы должны знать об Аллахе, что Он нас бесконечно любит. Потом мы поймем, что за всем скрывается любовь Аллаха к нам. Проси с улыбкой, пусть льется слеза от радости. Ты меня любишь, ты не спосылаешь беду, чтобы я исправился, чтобы стал лучше. Действительно, это один из самых прекрасных аятов. О ты, душа, обретшая покой, вернись к своему Господу удовлетворенный и снискавший довольство. Войди в круг моих рабов. Войди в мой рай. То есть, иди к моим праведным рабам. Зайди в мой рай. В слове «рай» на арабском в конце стоит буква «и». «Джаннати». То есть, в рай Аллаха. В особый рай. Рай, который не для всех.